В Австрии 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 В Финале Резцова и еще одна югорчанка Людмила Улыбина Сменяли друг друга в роли лидера Все решила последняя стойка Кристина начала ее позже соперницей Но справилась чисто Я видела, что Люда не попала в последний выстрел Я думаю, была не была Просто раз закрывается Я думаю, ура Мне попроще будет Не надо будет там бороться Бронзовым призером стала Анастасия Шевченко Свердловской области В гонке на 6 километров С четырьмя огневыми рубежами Она сделала ставку на стрельбу И закрыла все 20 мишеней Да, я чувствовала все силы Знала, что додержу третье место Но на подъеме Мне кричали, что вторая недалеко И я ее видела Ну, круг слишком короткий Чтобы догнать После дня отдыха 22 и 23 февраля В Жемчужине Сибири Пройдут марафоны В рамках чемпионата России Ровно три года назад Эти соревнования Гремели в тюменской Жемчужине Сибири В этом сезоне Чемпионат Европы по биатлону Принимает теплая Гостеприимная Беларусь В Раубичах под Минском Выступают и тюменцы Женская индивидуальная гонка Для сборной России Медали не принесла Ближе всех к подиуму Оказалась тюменка Виктория Сливко Вырубавшая всех на кубке IBU Сибирячка за 20 выстрелов Оставила лишь три открытых глаза И с восьмой скоростью Замкнула топ-6 О предстоящем чемпионате мира Вестерсунде не думает А планирует проявить себя Здесь и сейчас Я просто бегаю каждую гонку Отдаю все свои силы Борюсь до последнего И поэтому я не думаю О тотале на кубке IBU Или о чемпионате мира Я думаю, что все идет по плану Тренер все решит Все скажет И смысл мне сейчас думать О том, чего я вообще не могу решить Не зависит от меня Например, да Я должна показывать результаты И не больше Еще одна тюменка Ирина Старых Должна забыть об индивидуалке Как можно скорее Девять промахов И место в середине пятого десятка У мужчин получились те же щит Только чуть погуще Александр Логинов Индивидуальную гонку Предсказуемо пропускал Лучший из россиян Матвей Елисеев Показал пятое время А уроженец Венделей Семен Сучилов Сыграл в «Символизм» Закончив гонку на 20 км в 20-м Выиграл ее болгарин Кразимир Анев Кстати, в Минске Как и везде Можно встретить Преданных болельщиков из Тюмени Которых невнятное начало турнира Не напугало Наоборот Прививает желание Смотреть все-таки Сильно переживаем Вплоть до слез Жена иногда даже плачет у меня Когда кто-то наши Особенно женщины Показывают плохие результаты Сергей Шнайдер Степан Патрахин Тюменская арена Из Минска, Беларусь Когда лучшая атака Это защита Футбольный клуб Тюмень Действуя вторым номером Сумел одолеть Московский Спартак 2 И выиграть утешительный плей-офф Кубка ФНЛ на Кипре На 29-й минуте Форвард Максим Вотинов Пробил из штрафной И не без рикошета Открыл счет Закрыть вопрос об интриге У Тюмени были обязаны Артем Щербак И Владислав Аслановский Но новички Выходы один на один Не реализовали Всегда нужно время За адаптацию У нас нету много времени Период короткий И еще Ушло очень много Футболистов Пришли новые Команда должна сыграться Но я считаю Еще раз бы подчеркнул Что может быть Этот турнир Как раз поможет этому Потому что Если бы были просто Товарищи игры Это Скажем Другого плана Второе взятие Вороспорта К2 Случилось в самой Концовке матча Черногорский легионер Центральный защитник Филипп Митрович Отметился дебютным Голом за Тюмень После самонаводящейся Передачи Аслановского 2-0 Сибиряки становятся Обладателями Пятого места Кубка ФНЛ Трофей достался Курскому Авангарду Хоккеисты Рубина Проводят последние Репетиции Перед плей-офф Чемпионата ВХЛ Пока неудачно Вполне возможно В первом раунде Сибиряки встретятся С Красноярским Соколом И судя по прошедшей Игре Один из лидеров Лиги Перенатых не напугает Все главные события Поединка Произошли В стартовой 20-ти минутке Гости с первых Секунд полетели На крыльях победы И дважды распечатали Ворота Егора Назарова После этого Тюменский пост Номер один Занял Павел Гущин И это событие Положительным образом Отразилось на хозяевах Александр Чеглинцев Сократил отставание До минимума А Алексей Князев В формате 5 на 4 Уравнял шансы Но последнее слово Осталось за Соколом Юрий Назаров Поразил цель Броском с острого угла 3-2 В пользу красноярцев Заключительный матч Регулярки Рубин проведет Воскресенье Сангарским вермаком